Тема урока «Муж и жена. Одна душа». Давайте вспомним, как называются свадебные куклы в рассказе о месяце-свадебнике в учебнике 2-го класса. Кто такие свёкор и свекровь, тесть и тёща? Кого в старину называли богоданными родителями? В народе говорят, что первая дива в жизни каждого человека – появление на свет, а второе – дива – свадьба. Это великое событие в жизни юноши и девушки, словно рождение для новой жизни. Поэтому у всех народов земли самые красивые обряды – свадебные. Крепка та семья, где муж с женой ладно живут. Когда хотят сказать о муже и жене торжественно и с особым уважением, называют их супругами. У этого древнего слова есть родственные слова – упряжь, упряжка. Запрягать, впрягать – значит прилаживать к возу, того, кто может его сдвинуть с места, и повести вперёд. Вот и супруги. Это два человека, которые любят, понимают друг друга, всё делают слаженно. Муж и жена вместе прилажены, сопряжены в одну повозку, семью, семейную жизнь, домашнее хозяйство. Сказки, легенды, предания разных народов мира рассказывают о супружеской любви, верности, помощи друг другу в беде. Любовь и согласие помогают мужу и жене идти по жизни рука об руку, жить душа в душу, растить детей. Потому и говорят, не надо бенеклад, коли у мужа с женой лад. До свадьбы родители берегут детей, своим примером учат мальчиков и девочек тому, как семьёй жить. А после свадьбы приходит черёд мужьям и жёнам друг друга беречь и строить ладную жизнь в своей семье. Говорят, когда промеж мужа и жены нитки не продёрнешь, тогда и родителям-старикам жить хорошо, и детки в семье счастливы. Любовь да совет так и горя нет. Говорят, что со временем муж и жена становятся похожими друг на друга. Рассмотри фотографии супружеских пар и скажи, так ли это? Обоснуй своё мнение. Свадьба – вечное дело, не часовое. Диво дивное, чудо чудное – свадьба. И радостное дело, и серьёзное. Свадьба всех родных с двух сторон в одну упряжку сводит. В каждом краю, у каждого народа свадьба играется по-своему. В старину для свадеб и время в году было особое. Ни день, ни два, а бывало и месяц длилось свадебное действо. Сначала юноше надо посвататься к девушке, предложить ей выйти за него замуж и получить согласие. Через несколько дней – рукобитие, договор о сроке свадьбы, о приданном за невестой, о том, кого звать на свадебный пир. В знак того, что обо всём договорились, хлопали рука об руку и оповещали всех о предстоящей свадьбе. После рукобития от недели до месяца родня жениха и невесты готовила к свадьбе подарки и красивые наряды новобрачным. И вот наступает день сочетания браком. И накануне, и в день свадьбы, и после него, что ни обряд, что ни обычай, то пожелания молодоженам долгих лет и чадородия. Каждый из обрядов совершается для того, чтобы крепко-накрепко соединить молодых вместе, на долгую счастливую жизнь своей семьёй, своим домом. Об этом и пословица молвит. У кольца нет конца. Свадебные дары от жениха-невести непростые, со смыслом. В старину жених нёс невесте лапти своего плетения, праздничные. Кто побогаче, дарил бы шмаки. В дарённой обуви невеста ехала к венцу. Считалось, если девушка приняла обувь от жениха, значит, дала согласие идти с ним по жизни рука об руку и вовек не разлучаться. Современные юноши и девушки, если любят друг друга по-настоящему, мечтают о том же. И до сих пор, по старинному обычаю, жених дарит невесте туфельки к свадебному платью, а невеста с радостью их надевает. Свадьба – вечное дело, не часовое. Проверим себя. Какие события человеческой жизни в народе называют первым и вторым дивом? Первая дива – в жизни каждого человека появление на свет, а вторая дива – свадьба. Как торжественно называют мужа и жену? Мужа и жену торжественно называют супругами. Что значит старинный обычай, согласно которому жених дарил невесте к свадьбе лапти или башмаки? Считалось, если девушка приняла обувь от жениха, значит, дала согласие идти с ним по жизни рука об руку и вовек не разлучаться. Сделаем вывод. Народы России и мира считают свадьбу одним из важнейших событий в человеческой жизни. Поэтому старинные народные свадебные обряды и обычаи очень красивые и трогательные. В народных сказках, преданиях, легендах, пословицах особенно ценится верность, преданность, согласие, взаимопомощь супругов, их любовь друг к другу, стремление прожить вместе всю жизнь и никогда не разлучаться. Продолжение следует...